Спасибо журналистам. Сегодня эта фраза звучала много раз. Работники периодических изданий 13 января отмечают свой профессиональный праздник – День российской печати. На протяжении всего 2020 года журналисты рассказывали жителям о происходящем в стране и регионе, помогали людям, рисковали своим здоровьем. Кто-то переболел, кто-то мужественно заходил в красную зону, брал интервью у врачей, рассказывал о врачах, рассказывал людям, доносил информацию о том, как соблюдать меры и другую очень важную информацию. Работа журналиста и опасна и трудна. Однако свою профессию корреспонденты чаще всего выбирают по любви. Трудности закаляют, а процесс затягивает. Да, она опасна, трудна, но и интересна. Если бы она не была мне интересна, если бы мне не было интересно приходить в редакцию и на задание, я бы, наверное, давно покинул и сменил род деятельности, но нет, не собираюсь, мне это нравится. В этом году торжественное награждение, по словам коллег, прошло по-домашнему. В связи с эпидемиологической обстановкой пышное празднство решили оставить на будущие годы. Тем не менее, особо отличившихся сотрудников печатных изданий от лица главы региона Сергея Морозова наградили благодарственными письмами. Журналисты, как всегда, на передовой и первыми доносят хорошие новости, первыми рассказывают о проблемах. И мы очень рады, что, несмотря на все сложности, коллеги приехали и получили сегодня заслуженные награды. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день, в 1703 году, приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот период тиражом в тысячу экземпляров. Редактором был сам Петр I. Александра Никитина, Артем Куранов, Новости, Управда ТВ.